всем привет хочу показать вам такой простой рецепт так как у нас сейчас осень и время такого вкусного и полезного овоща как тыква есть такой простой рецепт лепешки с тыквой жареные на масле для начала замесим тесто для этого нам понадобится мука немного соли и горячая вода горячая вода какого-то определенных каких-то определенных пропорций нету ну к примеру возьмем пару чашек горячей воды не кипятка просто горячей воды пару чашек нальем в общую посуду и замесим не крутое тесто добавлять муки нужно до тех пор пока тесто станет приятным эластичным мягким не крутое чтобы она была добавить немножко соли нужно будет вот я замесила тесто она очень мягкая приятная на ощупь немножко должно липнуть к рукам теперь так как она была замешана на горячей воде она должна немного отстыть положить его нужно будет в полиэтиленовый пакетик и на ночь в морозилку и так я вытащила тесто из морозилки которая всю ночь там пробыла пусть немножко у нас она оттает и и займусь начинкой для начинки нам нужно будет тыква лук это все нужно будет почистить лук порезать кубиком тыковку натереть на крупной тёрочке вот потерла я тыкву порезала лук теперь нужно на сковородке немножко обжарить лучок а а потом добавить к луку жареному тыкву и все это обжарить посолить по вкусу можно добавить перчик кто любит острые острые начинки можете добавить острых приправ готова наша начинка я все обжарила и она должна остыть а а пока остывает начинка я займусь тестом и так я разделала тесто вот таким вот образом сначала колбаски скатала потом кусочки порезала раскатала две лепешечки это будет у нас одна лепешка начиненная тыквой значит при разделывании теста постоянно нужно подсыпать муку потому что она очень мягкая липнет к пальцам начиняем нашу лепешечку просто клади на кладем начинку внутрь расправляем ее ложечкой плоскую чтобы она была плоской кладем сверху вторым второй лепешечкой 2 раскатанной нашим нашей частью в это время уже сгреется масло у меня на сковороде хорошенько прищипываясь уж вот таким образом прищипить хорошенько слепить края и эту лепешку кладем горячее масло на сковородочку и печем с двух сторон до золотистой корочки вот выпекается наша лепешка много масла не требуется немного с одной стороны обжарилась перевернули с другой стороны обжарили и так все остальные лепешечки выпекаем вот получились такие вкусные золотистые аппетитные лепешечки вот всем пока подписываемся на мой канал ставим лайки и не забываем писать комментарии подписываемся на мой канал